Лариса Гузеева Лариса и Лариса 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 Отдохнули так, что утром проснулись. В одних трусах своих больше не было ничего. Ни мобильного телефона, ни денег, вообще ничего. И вот вы в одних трусах ловите маршрутку? Нет. Собрали одежду и поехали на маршрутке. Нашли мелочь по карманам и поехали в ЗАГС. А поздав на два часа, на секундочку. Да. Приехали в ЗАГС, соответственно, там никого не было. С очень злым лицом я получил свой паспорт, где стоит штамп. И ручкой перечеркнуто, брак не состоялся. Это было мне тоже на девичнике загулять в свое время. Андрюш, скажи, пожалуйста, а как думаешь, почему так были друзья против? На тот момент я, как вам сказать, я немного не видел, не понимал. Был очень эмоционален и, как говорится, шел на поводу. А жили вы с ней плохо, надо сказать, потому что она была истеричная барышня. Ну, она от меня требовала на тот момент. Что от меня требовать? Было на тот момент 23 года. Денег. И денег тоже рос. Это антипаста, да? Да, это антипаста. Я вам делаю небольшую закусочку. Это сейчас осьминог. Друзьям было виднее, и они не хотели, чтобы вы попали в какую-то жуткую... Я, понятно, сопротивлялся. Мне в лицо это никто не говорил, чтобы меня не обидеть, не расстроить, потому что мы дружили с детства. Но при этом они внесли свой вклад. Мальчик, она ведь была беременна к тому времени. Да. А парни знали об этом? Конечно, все знали. Она, видимо, надеялась, что он придет. До последнего. Дед дополз. Я, на самом деле, узнав месяца через четыре, через пять, потом сказал ребятам спасибо. Потом уже сказал. Потому что... Ну, хорошо, свадьба не состоялась, но поехал же к ней опять. Конечно, поехал. Решил переехать в Брянск. Оставил Москву, оставил работу. Потому что это она настояла, она не хотела к вам в Москву. Почему? Потому что она была... Дедитка родилась? Да, она была в положении, да. Шесть лет уже. О, боже мой. Поздравляю. Шесть лет. Большая, вся в папу. Скажите, ну а после свадьбы, уже когда ребенок родился, она продолжала истерить? В тот момент я сделал очень большую ошибку, я сейчас понимаю. Я переехал на ее территорию. Правильно, Роза. Я переехал полностью к ней домой. И там совершенно... Я никогда не жил с человеком. Я не знаю, как себе вести. И там шаг вправо, влево, расстрел. Я никогда не жил в чужой семье. Потому что на тот момент, как бы я не уважал ее родителей, я не представлял, как можно жить в этой атмосфере. Слушай, а тебя не пугает, что у него есть же ребенок? Да нет, почему? Мне кажется, наоборот, хорошо. Ну хорошо. Но вот истеричность с ее стороны. А ее-то родителям почему было бы не сбагрить такую истеричную дочку? Единственное, мы общались с отцом. Отец очень порядочный, интеллигентный человек. Моряк. Поэтому мы как-то понимали с ним. Говорили на мужском уровне. Любишь – люби. Он мне говорит. Не любишь – уходи. Решай сам. У тебя ребенок. Сколько прожили с ней в Брянске? Четыре месяца. И чем закончился этот бразильский сериал под названием «Семейная жизнь»? Мы в очередном скандале разошлись и разошлись с концами. Я сейчас буду плавать. Ну, мне кажется, ты, во-первых, ну… У нас с ним история очень перекликается. Зачем? Причем принципиально предупреждаете свою будущую жену, что вы будете купаться в бассейне в день ВДВ. Ну и правильно. А зачем? Потому что это традицион. Да может человек раз в год расслабиться. Конечно. Правильно. Вы и нет. Мужчина, они все дети. Хочется призвиться раз в год. Ну пусть. Но у вас ведь была еще одна жена, и там есть еще один ребенок. Да, у меня… Блодарите у нас жене. Такой красавец, слушайте. Обе девочки. А вторая жена откуда? Вторая девушка, она с Украины. Очень хорошая девушка, абсолютная противоположность. Первая девушка, первая девушка, мы познакомились, у нас все началось плавно, начали встречаться, потом переедем. Ну давай переедем, давай жить вместе. Как-то вот так. Я перегорел после моих бурных отношений. И начали жить, работали, все потихонечку налаживалось. И один прекрасный момент, она мне сказала, у нас пополнение. Я как порядочный человек, как и в первом случае, сказал, рожаем. А почему мне жениться сначала, а потом съезжаться, а потом детей рожать? Ой, ну по кочану, ну так сейчас у молодых, Роза. Не так. У отдельных молодых. Ну со второй-то чего не получилось. Возможно, я искал в ней отдушину, что-то поспокойнее, какой-то домашний уют. Но когда у нас, как говорится, все закрутилось, завертелось… Уже было поздно, уже девочка родилась. Шестой месяц, шестой месяц. И тут я понимаю, я не готов. Не женился в результате? Слушай, ну это никогда гарантий таких нету. Нету. Да ладно. Надрюш, скажите, а вам девушке постарше почему нравится? Это насчет себя? Нет, нет, это за 30. Они просто без претензий, что ли? Потому что молодая скажет, знаешь что, дорогой, сначала в ЗАГС отведи, а потом уже будем обо всем остальном договариваться. А 30-летние, они вроде сговорчивые. Мне кажется, у молодой как раз нет такой харизмы и воли настоять на своем. А они приятнее в общении. Взрослые? Да. Взрослые, да скольки рассматривая? Мне интересно, мне интересней. Андрюш, я это поняла, порог возрастной. Я думаю, 35. Еще детей хотите? Конечно. Женщину с детьми возьмете? Влюблюсь возьму. Слишком, может быть, старенькая для него. Прекрати, в каком месте ты старенькая? Прекрасно выглядишь. Я не знаюсь, я смущаюсь. А у вас что есть? Квартира своя. А где она у вас? В Москве. То есть вы купили квартиру? Не снимаете? Купил и еще параллельно снимаю себе, ближе к работе. Жена где будет жить? На съемной квартире? Потому что ближе. Или с мамой? Я хочу обрадовать. У меня очень хорошая съемная квартира в очень хорошем месте. То есть на съемной? Конечно. Ну, как ты относишься, что вы будете жить на съемной квартире, если у вас все получится? Ну, я надеюсь, мы не всю жизнь там будем делать. Васечка, какая жена нужна Андрею? Смесь двух очень сложных противоречивых образов рака и козерога. Это значит, что внешне она должна быть мягкой, тихой, покладистой. Но внутри с ней должно быть спокойно, стабильно, постоянно. И это не должно быть семейное болото точно. Вам не нужно очень спешить, на самом деле, с тем, чтобы в ближайшие два года все свои новые знакомства переводить в брак. Точнее, даже не то, что спешить, нужно хорошенько подумать. Потому что 2017 год для вас в любом случае принесет сложные изменения с точки зрения взглядов на женщину. Сегодня, встречаясь со всеми нашими девушками, посмотрите, пожалуйста, немножко вперед. Попытайтесь пофантазировать, что с каждой из них будет через два года. И тогда, мне кажется, что выбор будет сделать проще. Потому что стильцы и козероги, они сочетаются. Значит, это судьба. Слушай, но козероги, они такие спокойные, да, при этом спокойные. То есть они никогда не будут там... Проходите, знакомьтесь с первой невестой. Здравствуй, Андрей. Надеюсь, наше с тобой общение продолжится и после эфира. Очень надеюсь. Очень хорошо выглядит. Спасибо. Снежана, 25 лет. Менеджер проектов в инвестиционной компании. Подрабатывает моделью. Гордится тем, что похудела на 30 килограммов и разработала собственную линию одежды. Мечтает открыть рыбный ресторан. Признается, что очень долго ест. Снежана лояльно относилась в запоем своего возлюбленного. Ровно до того момента, как на ее теле появились шрамы от побоев. Надеется, что Андрей будет с ней нежен. Снежана, я вот когда представляла девушку с вашим именем, мое представление абсолютно совпало с тем, что я вижу сейчас перед собой. Вот прямо Снежана. Судя по тому, что вы долго любите есть и мечтаете открыть рыбный ресторан, наш жених, шеф-повар, это для вас то, что надо. Как долго вы поглощаете пищу? А можно я, может, она продемонстрирует, как она делает? Дайте угостим хоть. А то поставили, теперь смотреть на это будем. Мне даже 25 лет, единственное, что когда она накрашена. Давайте, как будто вы в программе, я выживаю. Просто я, когда ем, у меня это превращается все в процесс. То есть я не наедаюсь, я вкушаю. Мне это нравится. Я могу один салат есть час. Вкусите, пожалуйста. Слушайте, но если есть один салат в час... Но если вы по большей части закусывали, то возлюбленный по эту закусочку, так я понимаю, протяжно выпивал, да? Без закуски. Ну, не совсем так. Сначала я не замечала, что он любит выпить, как бы это так все завуалировано было. Но потом, когда мы стали жить вместе, то он достаточно часто начинал пить. И причем это могло длиться три дня. А в какой момент вы поняли, что это проблема, что он алкоголик? Ну, через какое-то время, когда он же... Мне приходилось вызывать неотложку, когда выводить из-за поля. А что вас держало рядом с ним? Скажите, детей не было? Я любила его. Ну, мне казалось, я это все смогу пережить, любовь все победит. И верили, что он изменится? Да, он когда приходил в себя, он просил не уходить. Говорил, что он закодируется, что он поедет в Германию лечиться. Он хотел детей. Это первый мужчина, от которого я захотела ребенка. Вы его родили? Нет. Не дошло до этого. А как так получилось, что он вас избил до полсмерти? Что у вас шрамы остались? Ну, у него случилась трагедия. У него погиб друг. Мы полетели отдыхать. На протяжении 10 дней он пил. Потом вернулись. И он был постоянно злой. Продолжал пить. И в один прекрасный момент он просто потерял рассудок. Не понимал, кто перед ним стоит. И это была последняя капля. Все какие-то истории плачевные. Душераздирающие. Ну, они за этим сюда и приходят. Выплотятся, наверное. Скажите, а этот поступок сошел ему срок? Или вы приняли меры какие-то? Я тогда в таком состоянии шоком находилась. Я позвонила подружке. Она мне сказала, едь, снимай побои. Вот. Я поехала, сняла. Потом начал звонить его адвокат. Говорить, что он там серьезный человек. И пытаться договориться. Я говорила, я не хочу. Потом водителя своего пыталась прислать. Но самое ужасное для меня, что он со мной не разговаривал. То есть он настолько оказался трусливым. То есть ему было стыдно. Снимался, что он его посадит. Ему было стыдно. И он был настолько трусом, что он даже сам. То есть, ну. Довели дело до конца? Нет. Потому что не захотелось мне этой грязи всей. Мне кажется, абсолютно не его типаж. А вот мне интересно, кем вы сейчас работаете? Менеджером проекта. А моделью вы еще подрабатываете? Ну, я раньше была профессиональной моделью. Сейчас я там, мне очень нравится. А на 30 килограмм вы когда покупаете? А вы можете есть и разговаривать? Мы не фиксируем, нет? А я могу. Будь некрасива. Я могу. На 30 килограмм похудеть для чего? Ну, я избавилась от комплекса. И так получилось, я стала моделью. Потому что я всегда красиво получалась на фотографиях. Вот. И мне предложили в агентстве, там, случайно, грубо говоря, на улице нашли. Я бесплатно закончила школу и начала ездить с границы работать. У нее не фигура модели прям, ну. Ну, сейчас уже. Нет, нет, нет. Она худенькая, у нее просто щеки такие. Это такое строение лица. Вытащите, пожалуйста, две карты. Одну из одного ряда и вторую из второго. Вот этот ряд отвечает за ваши прошлые отношения. Мы просто поймем, от какого опыта вы сейчас уходите в прошлое. Мы были в Раскви, да? Да, пожалуйста. Так, это десятка мечей. Десятки в картах Таро всегда обозначают окончание дела. И вот этот ряд состоит из десяток. И, соответственно, десятка мечей говорит о том, что вы уходите. В прошлом у вас опыт конфликтов и напряженных взаимоотношений. В общем, наверное, это про ту историю, про которую вы сказали. А второй ряд. А второй ряд – это тузы. Это начинание, которое в будущем, да, это то, к чему вы идете. Это опыт, это туз Пентакли. Это опыт материальных отношений. То есть вы будете более практичны, более меркантильны в следующих отношениях. Ну и, я надеюсь, вам повезет, и мужчина окажется крепко стоящий ногами на земле. Что интересно расскажет про меня. Андрей, вы знаете, что у вас три бонуса? Свидание наедине, скелет в шкафу, семейная традиция. Что вы выбираете? Семейная традиция. А, семейная тайна. Ну, давайте, семейную тайну. Ну, у меня, когда был жив папочка, вот, мы жили очень хорошо. Все очень завидовали. Вот. И до такой степени, что он умер от рака. И, причем, не просто так, а, ну, навели, как бы, добрые, в кавычках, люди. Потому что после того, как он умер, у меня, во-первых, нам соседи сказали, что у нас в огороде накануне стояла свеча зажженная три дня. И две мои сестры сначала, одна, потом вторая с пневмонией, и легли в больницу. То есть вы хотите сказать, что это порча была? А больше никого не коснулась болезнь? Нет, пока, слава Богу. В храм ходите? И хожу. Микрофон стоит. Вы будете, наверное, петь для нас сейчас? Ну, да. Но потом все-таки пообещайте, что вы салат заберете с собой. И обязательно вы будете съедить. А то будет такое неуважение нашему женику. Нет, я обязательно съем. Я вам буду приготовить, чтобы вы петь. Молодец, сейчас голос послушаем. Роза, что вам положить? А мне все по одному. Что это вообще? Вот как вы медленно делаете, прямо это вот... Он делает красиво. Это прямо так надо, да? Так медленно прямо. Роза, а это как в ресторане привыкать. Ты сидишь за столиком и ждешь, томишься. Ага, все, спасибо. Обязательно помидорку. Если ты села, заказала и сразу принесли, это не интересно. Слушай, а я ведь в ресторан кажу, чтобы себе удовольствие получать, а не то, что удовольствие получает, то мне это накладывает. Если я быстро хочу, значит, мне быстро надо. Тунец, осьминог, кальмар. Мне вот можно только телятину. Телятину. А зачем вот в этом, в маке? А морепродукты нельзя, аллергичные говорят. Нельзя? Ну, у меня малыш сейчас, поэтому я ем избирательно. Она молодец, как она родила, работает и заботится еще. Молодец. Мерлин Монро, она не под кубой, где-то крошка. О, да, у Мерлин Монро у нас будет. Зато теперь понятно цвета класса. Все, давай, у Монро у нас будет. Все, давай. Да, я выйдет. З Griagna, один ский вещество, Пахнет. Да, я куплю. Да, всё, kriege Tohнет. Все, что надо ловить, А особенно when we Dost diverse говориме. Блядь, 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 Блядь. Блядь, 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 Блядь. Блядь, Блони, блядь. Ая, забирайте салат, цветы и в комнату. Я думаю, сюда. Спасибо. Просто чертовски мила, правда? Плюс, что поет, конечно, хорошо, но... И не только. А готовит, кушает целый час. Да. Теперь понятно, как 30 килограмм уходит. Я никогда в жизни не забуду, как мне Лариска Удовиченко у человека говорит, что ты столько ешь. Возьми один пельмень и ножом и вилкой ешь его долго. Вот прямо возьми его вот так и разрезай, а ешь. Потом один пельмень снился просто. Что скажешь о женихе? Да ничего, нормально. Я так переволновалась. А что у звезды, Вась? Это хорошая девушка, которая просто ищет своего счастья в жизни. Она больше ориентирована на мужчин взрослых. Ее Марс в Костеруге об этом говорит впрямую. И поэтому мне немножко странно, что она пришла к вам практически ровеснику. Ей нужен мужчина действительно зрелый. Как это? Практически 5 лет разницы. Ну, все-таки в ее случае разрыв должен быть побольше. Мне кажется, что вы еще очень молоды и вы для нее еще метущаяся душа. Но девушка замечательная. Ну, вообще она права. Права? Да. Василиса. Абсолютно. Пожалуйста, как второй невесте. Привет. Я надеюсь, наше знакомство превратится во что-то большее. Я тоже надеюсь. Это тебе. Спасибо. Спасибо. Ольга, 25 лет. Заместитель директора ресторанного комплекса. Гордится разрядом мастера спорта по конкуру. Признается, что любит обниматься и чувствовать запах мужчины. Предупреждает, что у нее есть любимая поза для сна. Ольга до сих пор винит себя в том, что связала свою жизнь с отцом своего ребенка. Надеется, что Андрей поможет ей забыть о страданиях. Олечка, милая, чем же вас так разочаровал ваш супруг, что вы сожалеете о своем браке? Разочаровал тем, что обещал любить до конца. В итоге бросил все. Хорошенькая девочка, да? Да, уже молодая мамочка, представляешь. А как все начиналось? Начиналось все. Ну, не по-человечески. Не по-человечески, нет. Он был татарин. Он и есть татарин. Говорил, что никогда на вас не женится. Не женится никогда. Говорил, что мама будет против. Только секс. То, что до 30 лет он вообще не женится, ему не нужны дети и ничто. И мы встречались, я соглашалась на эти встречи. Что, так любили? Вот объясните мне. Да, влюбилась. Что в нем было такого особенного? Не знаю. Просто какая-то вспышка. Скажите, а забеременели вы специально, чтобы его привязать к себе? Нет. Это, вот это божий промысел. А когда забеременели, сказали ему об этом, он не стал настаивать на аборте? Нет. У меня мама настаивала. Потому что она видела отношения его, отношения его семьи. Она говорила вообще, во что-то ввязалась, что это такое. Счастья там не будет. Она была в шоке. А когда вы поняли, что он не ваш пассажир? Еще во время беременности. А вы все-таки вышли за него официально замуж? Да, я официально вышла за него замуж. Ну, конечно, ребенку нужен отец. Он не работал официально? Он сказал, я не хочу работать. Я думала, что когда я ему скажу о том, что я забеременела, он сразу устроится. Нет, он уехал к себе на родину. Так еще она ее по ресторанам еще водила. За свой счет. Я подарки дарила, да. До сих пор, видишь, как переживает. Какая история была тяжелая. Но он не хотел вас, не хотел вас в жены. Не хотел. И хотел ребенка. Нет, ребенка он хотел, но ребенка очень любит. Он сына любит. Я ничего не могу сказать. Он просто не любит меня и никогда не любил. И женился. Я не знаю зачем. Скажите, в какой момент у вас закончилось терпение? Когда стал руку поднимать. А чем вы его допекали так? Он такой, я не знаю, его, наверное, знаете, какие-то внешние факторы раздражали, а приходил и отрывался на мне. И, ну, последняя капля была, это я влетела на кухню в дверь. В стекло декоративное. И вот у меня шрам на руке остался. А ребенок в это время где был? Ребенок все видел. То есть уже... Поэтому это была последняя капля. Рука гноилась? Он ничего не делал? Нет, он абсолютно... Ему было наплевать. Он две недели приходил с работы, не разговаривал со мной. Он еще меня в чем-то обвинял. А вы его выгнали после этого инцидента? Две недели я ждала. Ждала, что он извинится. И когда он просто прислал сообщение с работы. Прости меня, я тебя люблю. Я подумала, что вечером он придет. Ну что-то будет, какой-то разговор. Ничего не было. Разводились безболезненно? Болезненно. Мне так ее жалко. Представляешь, она ей сколько-то, 19 лет терпела. Он не давал развода? Ну я еще просила вернуться. Вы его просили после всего? Лариса, ну она до сих пор плачет, посмотри. Не потому что, нет, не потому что люблю. Мне просто обидно, что со мной так поступили. Ну вы все сделали для того, чтобы вам после... Вам говорят, я не люблю тебя, на тебе никогда не женюсь. Ты мне нужна только для секса. А вы говорите, нет, полюбишь потом, когда рожу, когда поженимся. Ну что вы сами себя обманываете? Скажите, что сейчас хотите в первую очередь? Хочу настоящего мужчину. Сильного волевого. Будет настоящий мужчина. У этого мужчины не будет проблем с вашим бывшим? Нет, не будет. Вам нравится, Андрей? Очень. До сих пор не прошло это все. Да, видишь, у нее эмоции до сих пор, и она... Ей нужно как-то это все, мне кажется... И говорит, что это до конца жизни, вот так она будет страдать. Ольга, а что это за поза, в которой вы мужа предупреждаете, что вы так спать будете? Что это за поза? Обнимаюсь и ноги закидываю. Ноги закидываю? Я так же сплю. Как ты? Ольга, вытащите, пожалуйста, вверх. Мама помогает с ребенком? Да, вы вытаскиваете карту из одного ряда и из другого. Здорово, что вы начали именно с этого ряда, то есть вы готовы к начинаниям. И надо сказать, туз мечей нам говорит, что Ольга готова... А мы это не накормили девчонку-то. Что? Не накормили еще? А мы ей дадим с собой, и она будет есть у себя. Да, Толя, у нас старая нет. Так вот, туз мечей говорит о том, что вы готовы к новому опыту, опыту осмысления, прежде всего. Как я, не взяла же из этой штучки, повела, ничего страшного. Десятка жезлов говорит о прошлом. В прошлом вы слишком много на себя брали. Вот видите, здесь человек прямо сгибается под тяжестью жезлов. Я была уверена, что вы вытащите из четырех именно эту карту о прошлом. Но зато теперь опыт будет новым, мы про это точно знаем. Андрей, у вас осталось два бонуса. Скелет в шкафу и свидание наедине. Может, свидание? Свидание наедине. Мое счастье. И там ее накормите. Ла-ла-ла-ла-ла. Проходите, возьмите вилочку. Ты поешь, выдохни. Я выдохнула, просто очень тяжело в таких вещах рассказывать. Волнуйся, все хорошо. Я тебе верю. У тебя снова руки трясутся. На самом деле я заболел, я больной приехал. Хорошая девочка, да? А можно я пока воспользуюсь своим служением? Я хотела тебе предложить. Ты хочешь о прошлом? И о прошлом, и о настоящем. О будущем. Много на себя берешь. Ну посмотри, о прошлом. Действительно опыт, где ты очень много тащила на себе. Слишком много. Ну и в настоящем. Нет, это настоящее и будущее. Ты на пороге начинания все-таки материальных, материальной стабилизации. Нужно как-то отпустить. Пропустить момент, выдохнуть и спокойно. Я не нервничаю, я, наверное, сожалею. Жалею о том, что, правильно сказали, я очень много на себя обговорила. Не должно быть такого, что мужчины и женщины должны меняться обязанностями. Ни в коем случае. То же самое, что мужчины не должны приходить на женскую территорию, к ней в дом жить. Ни в коем случае. Тогда, да, тогда женщины... Все новое, все должно быть общее. Согласна с тобой. Олечка, вы поели, дорогая моя? Да, очень вкусно. А сами хорошо готовите? Да. А вы зря садитесь, потому что я жду от вас сюрприза. Ай, сюрприз, конечно. Андрюша, ну поскольку мы с тобой коллеги, я решила тебя пригласить в свой ресторан. Я так понимаю, я участвую. Сейчас как завоюет и уведет. Значит, это супа. А что там такое в меню-то? Приват-танец. Значит, в меню у нас жаркий поцелуй, страстные объятия, медленный танец, ритмичный танец и массаж. И все в сыром. Так не подсказываем. Я бы выбрал. Саша. В сыром виде все. Нет, нет, нет. Молчите. Спина, ноги болят, массаж. Молчите. Страстные объятия с жарким поцелуем. Нифига себе. Серьезно. Ты выбирай два блюда. И все это вновь, Андрей, не хватит денег на эти блюда. Как-то на интимные темы сразу перешли. Откровенно. Какая-то музыка очень летничная, да? Да? Да. Что мы делаем? Мы танцуем с тобой. Очень вкусно пахнет. Я на самом деле старался. Несмотря на всю ситуацию, я вообще не хотел ехать, но пришлось приехать, да, и я на самом деле не жалею. Ну, они смотрятся, видишь? Я жду пока продолжение, а тут как-то неинтересно. Смотри, а он смелый, да? Спасибо большое. Слава Богу, что не было этого кошмара. Натурализма. Андрей, джентльмен. Проходите, девчонки, не забудьте цветы. Виталий и Дмитрий. Симпатичная девушка очень. Мне кажется, она тебе подходит. Девочка приятная, жертвенная. Мне кажется, много чего в жизни повидала, прошла. Хотя с хитринкой какой-то такой. Ну, а как с вами без этого? Сахаризм, да. Андрюша. Андрюша, понравилось? И минута наедине была, и танец. А поцелуй как? Я ей поверил. Не поверили? Я ей поверил. Да. Я ей поверил. Первое впечатление, как правило, бывает самым верным. Роза? А что, Роза, все в порядке. 25 лет, дитё уже есть. Значит, можно спокойно расслабиться по поводу будущего дитё. Очень у них. Она заместитель директора. Тоже с этим рестораном. И вы тоже с рестораном. Согласна. Квартира есть. А что, что на скал? Вот прям вот. Чего там звезды? Женщина-телец. Самые надежные и самые любимые для меня. Типа женщины. Потому что у меня подруги среди тельцов такие самые надежные и самые любимые. И в гороскопе «Синтетический треугольник» такие женщины чувствуют себя коварными. Им кажется, что они умеют расставлять сети. Им хочется верить, что они могут ситуацию по-своему вывернуть. Но в конечном итоге ситуация оборачивается против них. Но, конечно, она к роковой женщине не имеет никакого отношения. Ни малейшее. Только такое ощущение. Она в точку настолько говорит. Вот да. Вот я сейчас. Слушай, прям при тебя. Но у нас есть ещё одна невеста. Проходите, знакомьтесь. Привет, Андрей. Привет. Такой высокий и статный. Как мне нравится. Давай будем знакомиться. Спасибо. Спасибо. Лариса, 36 лет. Дизайнер интерьеров, прораб и строитель в одном лице. Гордится тем, что с ней комфортно жить. Признаётся, что теряет голову от высоких мужчин. Предупреждает, что она очень неуверена в себе. Лариса прощала супругу измены и давала советы, как вести себя с любовницами. Но со временем поняла, что стала третьей лишней. Ещё бы некомфортно жить. Прощала своему мужу полиганность. Да нет, на самом деле всё не так. Давай цветочки. Да. Можно подарить вам. А чё, тебя прижали? Лора, это да. Привет, тёзка. Да. По тёскому. Какой интересный. С каштаневым листом. Сама сделала. Ларисочка, как любимое могло такое случиться? Нет, на самом деле всё не так было. Всё было просто. Ну а как было всё? Расскажите. Как это была любовь с первого взгляда? С этого начать? Нет, ну вот вы поженились или тоже были одной из любовниц? Нет, мы всё... Я не была любовницей. Я была его любимой женой. На долгие годы. Официальной? Мы шестнадцать... Нет, не официальной. Ну то есть штампа не было? Значит, были одной из его любовниц. Сожительница? Я была его любимой. Хорошо. Первый. Если вы были его любимой женой, почему такое количество женщин было вокруг него, о которых вы знали, и он даже не утруждался скрывать это от вас? Ну как такое, Лариса? Просто вы настолько харизматичный человек, он красив, хорош собой, и он тоже не погребный. Он харизматикой своей, наверное, просто... Ну он должен был принадлежать всем женщинам. То есть согласны выделить сразу? Ну не то, чтобы уделить, но это же естественно, это же мужчина. Мне кажется, это уже не любовь. Я не знаю, что это было. Может быть, какие-то унижения, да, непонятные. Мы захиливаем какой-то. Скажите, ну он же не был круче Брэда Питта. Ну и мне трудно себе представить, что у Брэда еще там пятнадцать женщин. Ну, это... Круче? Абсолютно. И у каждой по шести родители. Намного. Намного? Да. Ну это вы ладно сейчас гнать-то. Да нет, на самом деле. Подруги, а вы тоже были влюблены в него, если вы подтверждаете его отличие? Это его дочь. Это дочь. Что? А? Да. Да, кстати. Ну, общая с вами дочь. Да, это наша дочь, это плод любви нашей. И сколько лет вы терпели его измены? Сколько лет вы мирились с тем, что он принадлежал не только вам? Я не терпела его измены. Я воспринимала это естественным ходом событий. Вы так себя не любите, не уважаете? Нет, у меня... Я рассматриваю это с другого аспекта. Я даже не рассматриваю это. Просто естественно, когда мужчина... Это, во-первых, неестественно. Да нет, это нормально. Ведь и пассии на стороне знали о вас? Ну, знали, да. Они вам звонили с угрозами, отстанет от него уже наконец-то. Ну, это же тоже нормально. Любовницы же ведут себя именно так. Вообще изменяют все. Давай с этого. Просто кто как скрывает. А почему он на вас не женился официально, а у вас уже ведь и дочка родилась? Мы об этом даже не говорили никогда. Послушайте, кажется, мы встретились, понимаете, это была любовь с первого взгляда. Мы всегда рядом друг с другом. Понятно, а потом уже, когда родилась дочка, почему он вам не сделал предложение? А у нас даже речи не заходило о свадьбе, женитьбе, и просто все, мы встретились, мы жили вместе и понимали, что мы будем... А фамилия чья у дочери? Папина. И отчество папины? Да. А у вас своя фамилия? Да. Потом будете ходить доказывать, кто хочет родственник? Не надо ничего доказывать, никому ничего доказывать. Хорошо, Лариса, у вас... Почему вы с ним сейчас не вместе, если вас все устраивало? Просто мы отжили столько, сколько нам нужно было. Вы с ним не отжили, он об вас вытирал ноги. Лариса, вы просто с этим не хотите смириться. А вы хотели бы такую судьбу у своей дочери? Честно. Может быть, да, это было... Это было ярко... Чтобы она его любила безумно, прощала вот эту грязь, которую он таскал в вашу семью. Вы мне никогда не докажете, это противоестественно. Это было вне семьи абсолютно. Слушай, ну у нее... Не 36 лет ума нет, что ли? Как можно дочери желать того, чтобы от нее мужик гулял? Он вам хорошего откупного дал, дом подарил. Да не посмотри, да ну ладно, дом хочу посмотреть. Сегодня ко мне приедут друзья, я буду готовить ужин на этой кухне. Кухня – самое оживленное место в этом доме. Здесь происходят шедевральные события, именно здесь, на кухне. А кто денег дает нас на содержание? Отгадай. Нет. Вы же не работаете. Нет, у меня есть определенный достаток. Я как бы... Ну скопили за годы, конечно, надо было куда-то складывать, как никак. Нет, мне кажется, жениха в тупик поставили. Да, жених, по-моему, слегка в шоке. Скажите, а у вашей дочки Дарьи есть братьки-сестрички на стороне? Есть, первая жена, да. От первой жены и от первого брака есть дочь старшая. Скажите, а если он узнает, что вы тут на... Да он знает об этом, он даже прийти хотел. Кто хотел прийти? Муж хотел ее прийти женихом, и она так спокойно об этом рассказывает. Ларисочка, а представляете, в одном лице будет красавец высокий, молодой, любовник, повар, прекрасный, будет вкусненько кормить. Все аспекты собраны. Правда же? И наконец-то получите от жизни то, что должны получить. Покой, удовольствие. Да? Ларис, ну я вам, честно, я вам удивляюсь, конечно. От чего? Вы просто потрясающие. Может, кайфуете от того, что вот так все было? Потому что есть такие страдалицы по жизни. Я кайфую от того, что так все было, на самом деле. Я не страдала никогда от этого. Значит, не любили. Потому что женщина, если любит, она собственница, она хочет, чтобы это принадлежало только ей. Все не так. Отличная жизнь была. Она пришла искать на новый кошелек. Вытащите, пожалуйста, две карты. О прошлом и о будущем. Ну, куколка, посмотри, какая стройняшка. И давайте о прошлом. Какая миниатюрная. Ларисочка. Я тоже не сомневалась в вашем случае. Конечно, вы нового опыта в отношениях новых не получите. Потому что за прошлый у нас отличает десятка пентаклей. И, конечно, прошлый опыт был построен включительно на материальных отношениях. Это карта материальности. Это карта зримого, ощутимого, реального. Но и в будущем опыт буквально такой же. Наверное, он будет новым, потому что это туз пентаклей. Но все равно это все о том же. А это вот к себе или от себя деньги припойдут? То есть она отдавать будет или к ней придут? Не понятно? Суть ее отношений будут деньги. И то же самое у первой невесты вышло, помните? У вас остался один бонус. Скелет в шкафу. Хотите узнать? Конечно. У нас внимание на экран. Кто это? Да нет, это... В моем доме есть комната супруга. И он туда... Он что, приходит, что спать там будет? Ну, может, судя по кровати. Условное поражение. Это нормально. Ой, когда-нибудь соки отношусь. Он приходит, а там может отдохнуть. И это нормально. Муж приходит домой. А прописка у него есть там в вашем доме? Нет. А он что, зализывать рано приходит после очередной? Да нет же. Поспать. Мы уже друзья с ним абсолютные. Какой мужик нормально будет терпеть? Жить... А, хочет, чтобы... Женщиной, да. У нее муж там приезжает на выходные? Отдохнуть. Я вам скажу честно. Я не представляю этой ситуации вообще. Это вообще никто не представляет. Я просто не представляю. Это никто. Это прям, у, бабай, страшно. Как такое возможно? А вот Ларичка у нас такая. Это очень плохо, если это будет. Это ужасно. Знаете почему? Потому что Дашка, которая 16 лет, все это видит, слышит. И мама ей внушает, что это норма. Это не норма. Я, например, вашей дочери желаю большую любовь, взаимную. И чтобы он ее уважал. Дочка хорошенькая, да? Покажете сюрприз? Да. Конечно. Знаете, сейчас выходит, а там муж. Я не удивлюсь. Да нет же. Не думаю. Не бойся, он не кусается. Я не боюсь. Проходи. Приготовила для тебя сюрприз. Что нужно сделать? Ты же, овр, готовишь, конечно, изысканные блюда. Но будь добр. Угости мою собаку. А почему тут при чем? Он гурман. И ждет от тебя. Он любит колбасу, сосиски, либо... Здесь собраны самые вкусняшки как раз для него. Эти маленькие, такой пески. Это блюдо собачьей радости. Гостей уже нагормил, отпочивал. Пусть удивит моего гурмана. Как за что? Джек. А она у вас прям вот и к столу подходит, да? Он просто понимает, что готовит именно ему. Сначала собаку накормит, потом всю семью нам кормит. Странная еда для собаки. Я тебя не смутила? Пальцы не отпущи. Нет, конечно. Он даже может показать тебе команду. Просьба одеть собаку у нас в программе уже была, а просьба приготовь ужин моей собаке еще ни разу. Джек. Спасибо, что кормом. Молодец. Я тебя не смутила? Эдаким сюрпризом. В принципе, я приготовил. Я не думаю, что здесь нужно что-то готовить и собирать. Он и так может все съесть. Корми, сынок, корми. Кормлю. Ну, он будет рад любому твоему угощению. Смотри, какой хороший аппетит. Спасибо большое, Ларисочка. Андрей, ты мне проводишь? Поможешь мне довезти собаку до комнаты? Еще погулять надо? Проводить. Джек. Девочки, проходите за своей подругой и мамой. Сходи. Сходи. Ну, вот ты не скроешься с этим. Заходи, Ира. Виталий и Дмитрий, что вы скажете? Неуверенная вся девушка и видно, что любит деньги. Яркая, конечно, внешность, красивая, симпатичная. Виталий, а вы что скажете? По мне она уверенная, но я думаю, Андрюша достаточно быстро сбрыкнет. После того, как ему будут просить постоянно кормить собаку, выгуливать ее. Андрюше, я просто знаю, что им нельзя командовать. А им никто не собирается командовать? Никто не собирается командовать? Выгляни и скажи. Андрей, а вы что скажете? Симпатичная. Красивая дочка, взрослая. Красивая собака. Взрослая. Что, все? Я понимаю, что благополучные женщины, и неважно, каким путем у них появляются дома, собаки, возможность не зарабатывать, ломаясь круглосуточно на заводе, вызывают раздражение. Это естественно. Особенно, если она хороша собой, достаточно молода, и все у нее складывается благополучно. Вызывает раздражение. Да, не всем везет. Ей повезло. Конечно, вы в руках Ларисочки будете такой вот красивой игрушкой высокой. Может быть, даже у вас все сложится. После собаки. И родится ребенок, и вы тоже будете себя какое-то чувствовать время защищенным. Ну, я думаю, что ей все так это тяжело удалось, что навряд ли она даст вам отдохнуть в этих апартаментах. Лора, зачем ты так? Конечно. И сейчас она хочет отдыхать, и она хочет, чтобы ее любили, уважали, и чтобы все то, что вокруг, собаки и так далее, тоже это любили, принимали, уважали. Она уже своего гадства съела в этой жизни, больше не будет. Ларис, но у нее шансов вообще нет никаких. Не практически, а вообще нет. Вот абсолютно не согласна с вашими выводами. Так, может, ну, даже вышло соглашение, да, рассказывайте. Причем под таким напором, простите, в таких сжатых условиях, ну, конечно, я не могу раскрыться. Какую-то картинку, конечно, нарисовали вы обо мне очень непреглядную, на самом деле. Ну, потому что вы о себе ничего не рассказали. Я растеряна. Вот вам даем второй шанс, чтобы вы открылись. Ну, я не знаю, у меня в семье, конечно, мамка с папкой, у меня такого не принято. Они всегда, они как яблочко, вот такие неразрывные. Давайте про ваше, про ваше взаимоотношение. Он на вас не женился, вы говорите, об этом не было разговора никогда. У меня не было разговора. Я даже не думала о свадьбе. Потому что он вам не делал предложений, поэтому об этом не было разговора. Если бы он вам предложил руку и сердце, конечно же, вы пошли бы с ним под венец. Он не предложил. Я не представляю себя, во-первых, в белом платье. Ну, в зеленом бы. В зеленых джинсах бы пошли. Ну, у нас не было вот такого вопроса даже. Все, мы вместе, мы рядом, мы родили ребенка. Это плотный людей. Скажите, вы когда забеременели Дарье? Он был еще женат? Нет, конечно. Она не женилась. Да, она не за 16 лет не женилась. Так в итоге-то получается, что она вышла доказать, что это нормально ходить налево-то, причем в открытую. Он позволял себе жить так, как хотелось ему, Ларис. Да нет, вовсе нет. Лариса, у нас не равно мнение такое, какое есть. Есть прекрасная латинская фраза. Там, где ты ничего не можешь, ты не должен ничего хотеть. И вы приняли это как правило игры. Мы ничего не могли, и поэтому ничего не решали. Там в паспорте не принципиально, а уважение. Он очень уважительно ко мне относится, и мы с ним дружим, и с ним друзья абсолютно сейчас. Он уходил от вас, а потом к вам возвращался. Он любил других женщин, имея вас. Эти женщины позволяли вам звонить и хамить, оскорблять вас. Ну, это глупость. А вот когда он приходил от любовницы, вы знали об этом, что вы чувствовали? Ну, понятно, что. Ну, я не скажу, что прям сумасшедшее отвращение, либо досаду какую-то. Вы просто так же занимались с ним сексом, если он просел. Это достаточно интимный вопрос. Не знаю, мне кажется, она сейчас им ничего не докажет второй раз. Она и не раскроется сейчас. Вы сейчас пришли, чтобы что? Что вас возмутило, например, вот я вас не обливала, грязи, я вас не осуждала, я не говорила о вас ничего плохого. Я сказала, что вы достойная, прелестная, красивая, молодая женщина. Но мне непонятно, вот если бы я играла такой бы персонаж, как вы, я бы не понимала, за что мне цепляться, где что. Просто это все как-то не искусственно, как вы преподнесли на самом деле. А вам что не нравится, что я сказала, может быть? Это же не то, чтобы для жениха, жених тоже сложил какое-то мнение. В принципе, мне кажется, в основном из ваших разговоров. Он очень слепой, глухой. Или друзья его. Да, он сидит в поляске. Ну, конечно, мне я нервничаю, я переживаю. Скажите, а вот в вашей семье роли Андрея? Ну, в какой он в нашей семье? Я живу одна в большом доме. Мне грустно одной, мне как-то не хватает любви, мне влюбленности. Его обязательства в вашем доме? Жить вместе, любить и просто существовать в симбиозе. Хорошо, спасибо. Мы теперь будем ему советовать, кому из вас пойти. Забирайте цветочки. Не получилось у нее защититься. Парни, нужно советоваться уже все, кому пойдет Андрея. Я думаю, это номер два. Девушка, она очень симпатичная. Ты это сам чувствуешь. Мне кажется, это правильный выбор твой будет. Виталь. Я думаю, что к Ольге, Ольга ему больше подойдет, если он будет дальше развиваться в плане семьи, детей и так далее. А если, условно, просто любить и наслаждаться здесь и сейчас, то это Лариса. С вами согласна абсолютно. Я думаю, в ней столько накопилось вот этого женского и желания любить, что Андрей, даже если какое-то... Сколько-то лет, но это будут счастливые годы. Лариса, за тебя. Если вы, конечно, хотите жениться, для этого подходит только Ольга. А что звезды? А звезды говорят, что вам нужна девушка трепетная, действительно по-настоящему глубокая, эмоциональная, любящая. Мне такой сегодня показалось только Ольга. Хорошо, тогда Лариса к нам придет в роли претендентки. Ужбульная и интересная. Проходите, мы вас в любом случае поддержим. Я приглашаю всех выйти из комнат и поддержать Андрея. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть пара Ольга и Андреевич. Если вы одинок или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Кузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай, проженимся. Удачи, рада за вас. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, мне 43 года. Я работаю в интернет-компании секретарем. Я занимаюсь моим хобби, это лизание, рукоделие. Мне нравится вести активный образ жизни. Я люблю заниматься классическими лыжами, коньками. И мне хотелось бы встретить человека, который бы также увлекался спортом, вел активный образ жизни. Доброжелательного, для которого интересны именно создание семьи и серьезные отношения. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт. Я-рапрятки с там аэром. Возможно, мы будете работать. Я не знаю.